Почему мы сюда поехали? Ты же сказал, нас никто не остановит. Собрались в отпуск, да? Отдохнули. Приехали, стоп. Не бухти, я тебя прошу. Это же мой родной пост. Кормилец, так сказать. Я тут любой вопрос решаю. Здравия желаю, инспектор патрульной службы Крынница. Привет, Иваныч. Ну, во-первых, я для вас не Иваныч, а во-вторых, документики предъявить, будь ласка. Ого, Иваныч, так прям убедительно сказал, что мне аж документы захотелось дать. Ну на, дивись. Так, ну фотография не четко. А аптечка, огнетушитель есть? Так, Иваныч, ты давай не борзей. Какая аптечка? Мы же на море едем. А море воно лечит. Значит, огнетушителя тоже нема. Море воно же тушить. То что будем делать? Оформляем протокол, чи тут порешаем? Ты что, совсем оборзел? Який протокол? Так, значит, все-таки оформляем. Ладно. Так, 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 что тут происходит? Что происходит? Разбираюсь с работником ГАИ. С ними вообще лучше не спорить. Дороже будет. На! Вот же ж гад твой Иваныч. Опа! Оскорбление сотрудника при исполнении. Вика, ты можешь своего то рота на замку подержать? На! И еще бачу пассажир ваш, не пристегнутый. Что? Вика! Вот ты гонишь, вообще без росшей на море поедем. На! Капец. Все! Мы можем ехать? Куда? Мы же только начали. Сейчас давление в шинах, выхлопы СО2 мерят. Вот выхлопы из своих мозгов проверь, Иваныч. Ты что, не узнаешь своего напарника или его жену, которая каждый день вам тормозки готовит? Вот попросишь ты у меня еще моих фирменных пирожков, скотиняка. Так, еще раз оскорбление сотрудника. И я уже вижу, что машина у вас не в порядке, так что мы ее оформляем на штрафплощадку. Вика, твою мать! Какая штрафплощадка нафиг, а? А синица, ладно, у нас там на море проплачено, еда тоже. Но как я туда без машины на море доеду, ты соображаешь или нет? Господин, ну я что могу сделать? Мы либо на штрафплощадку, либо давайте как-то решать, я что знаю. Ну ты, Иваныч! Давай, Вика, решай! На! На, краковор! Все, берешь немае! На, бери! Все деньги у нас забрал! Ну, все так все! Не смею вас больше задерживать! Счастливой дороги! Приятного отдыха! До свидания! Ты же сказал, что это твой пост! Да, пост то мий! А вот напарника, начи, подменили! Ладно, сиди тут, сейчас я все порешаю! Что ж ты гад таки робишь, а? Мы ж на море едем, а ты у нас все деньги забрал! Молодець, красавчик просто! Все грав он так натурально вообще! Слушай, Сеня, а нафига цей цирк? Як це нафига? Мы ж на тиждень на море едем! Вона там ці гроші на якусь фигню потратила! Так вони в тебе будуть в надежном месте храниться, понял? Оце то ти голова! Я, як буду зі своєю в отпуск їхати, тоже через наш пост! Только через пост! Ну дай мне двести гривень там! Які двести гривень? Ты же их потратишь на якусь фигню! Все! Счастливой дороги! Красавчик! Моя школа! Молодец! Ну что? Все! Нема в меня напарника! Наїлась кукурузы и шаурми на пляже, а? Поїхали! Матрарин! Буся! Что? Что случилось? Буся! Что? Ну у кого то купальник такой, как у тебя? Буся телефон! Телефон? Ха, Яна, ну, телефон. Ну, много телефонов одинаково. Что ж ты хочешь? Уже телефон утопило. Как утопило? Я просто хотела попотографироваться, сделать запи и утопила. Яночка, ну, что ты не знаешь, что телефончики боятся водички? Я не знала. Я сначала не знала. Все, 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 все. Все, успокойся. Давай, неси сюда свой телефон. Мы его починим. Будет лучше, чем новый. Буся, он утонул. Его унесло. Глубоко, далеко. Ладно, ладно. Ты, главное, успокойся. Ничего страшного. Главное, что с тобой все в порядке. А тебе купим новый телефон. Тем более у тебя же шестой был. А мы тебе седьмой купим. Спасибо, Буся. Такой хороший. Да, о чем ты говоришь? Все, успокойся. Сейчас я пойду принесу мохито. И мы будем снимать стресс. Да, потом пойдем в магазинчик за седьмым оходчиком. Да, потом сразу в магазинчик. Расслабься. Сейчас принесу. Девушка, танцуете. Кажется, я ваш телефончик нашел. Это не мой телефон. Как же не важно. Айфон шестерочка. Там в песке был. Его за двести гривен в сервис отдать будет, как новенький. Я сказала, это не мой телефон. Пойдите, поспрашивайте. Может, кто-то потерял? Да, кто его потерять-то мог? Вы же его там закапывали. Мужик, ты что, драк совсем, что ли? Я эту схему месяц готовила. А вот и мохито. А это кто? Буся, представляешь, я попросила спасателя найти телефончик, а он его не нашел. Не нашел. А, ну, держи. Спасибо. За старание. Заработал. На, братан, держи. Спасибо. Давай. Буся, а ты мне седьмой айфончик в белом цвете купишь? Да хоть в белом, хоть в красном. Какой хочешь? Белый хочу. Будет, значит, белым. Я тут это, подумал, если за не нашел, вы мне столько денег дали, то за нашел, зараза, больше дадите. Я ей говорю, его в сервис отдать, почистят за десять гривен. Рано его то в песок, то в воду выбрасывает. Ага. Ах, вот оно что. Понятно. Как вы думаете, кого он из нас в этой ягне закопает? Зная Бусю, то обоих. Блин, я бы еще поняла, если бы он с любовником застукал. Так нет же, из-за телефона. Да, глупо как-то. Тем более, я его нашел. Теперь. Ты что-то сказал? А нет, нет, я уже все хорошо. Я люблю тебя. Макита еще принеси. Макита еще принеси. Макита еще принеси. Макита еще принеси. Директор Аэйсиев. Код один, два, три, четыре. Код такой простой, потому что у нас директор дебил. Значит, директор дебил. Кондратич, Кондратич. Значит, пока я тут суючусь, кручусь, клиентов нам ищу, они готовы первому встречному все отдать. Мы думали, это реально ограбление. Реальное ограбление. Идиоты. По поводу пин-кода мы отдельно поговорим. Кондратич, а че это ты в маске? Че это в маске? Клиентов нам ищу. Вот. Смотрите. У мужчины из соседнего двора кто-то ночью выкрутил фару. Ух ты, откуда такая информация? Ты дебил? Это и есть его фара. А вот у мужчины на БМВ кто-то отломал зеркало. Наверняка они придут сегодня это делать к нам. Кондратик, Кондратич, ты что, все это украл? Знаешь, как говорят, если Магомед не идет к горе, значит, гора идет к Магомеду. Поэтому давайте прячьте вот это все. Сейчас клиент придут. Чувствую, нас ждет сегодня хороший день. Хороший. Растатита-таратита. Что-то я не понял. Это Кондратич украл или Магомед? Ну, ты точно идиот. Ну, что, ребят, клиенты заходили? А, заходили. Вначале владелец фары, потом владелец зеркала от БМВ приходил. И даже Магомед приходил, у которого кто-то выхлопуху снял. Знаете, куда он эту трубу засунул потом? Труба не надо не напоминать. И все, между прочим, интересовались, а кто это такой у нас придумщик? Э, ребятушки, ну, вы же не сказали, вы же могила. Во-во, именно это они обещали этому придумщику, особенно Магомед. Так что, ты давай, Кондрат, Кондратич, нам либо зарплату выдавай по полной, а еще и компенсацию. Иначе мы расскажем, где этот придумщик живет. Ребят, да вы что? Я, собственно, что пришел к вам? Хотел сказать, чтобы заходили за зарплатой и за компенсацией. Блин. Пойдем. Давай, только не быстро, башка раскалывается. Да у меня быстрый-то не получится. Что, труба мешает? Рома! Доктор, помогите, пожалуйста. Успокойтесь и рассказывайте, что у вас. Произошла бытовая травма. Так, обратно не пришью. Что, не пришьете? Ну, знаю я ваши бытовые травмы. Пришли домой, застали мужа с любовницей, оторвали ему, обратно не пришьют. Да нет, тут похуже ситуация. Тут действительно у мужа бытовая травма. Ну, показывайте вашего мужа. Заходи, зараза! Здравствуйте, доктор! Здравствуйте. Вот, доктор, посмотрите, сам собирал шкаф. Ага. Да, такого буратино я еще не видел. Вижу, разочек промахнулись молоточком. Да не, стопы, доктор! Это я думал, с чего бы тут начать? И ковырялся в носу. Вот видите, травмировал. Так, с чего бы начать? Вика, я боюсь уже, потому что я скаф начал собирать ровно с такой же фразы. Ты видишь, что произошло? Так, мужчина, вы не волнуйтесь, перед вами настоящий профессионал. Вика, уходим отсюда. Он все мои фразы повторяет. Мне капец. Так, расслабьтесь, мужчина, расслабьтесь. Сейчас все будет хорошо. Буратино, буратино. спасибо, доктор. Спасибо большое. Теперь ты понимаешь, что нужно вызывать для этого рабочих, для того, чтобы они собрали этот шкаф. Мужчина, ну, а что вы, сами не могли собрать шкаф? Это же элементарно. Смотрите, вот эта досочка. Идет вот все. Ну-ка, подержите. Сейчас, Вика, сейчас два музыка точно шкаф соберут. Вика, помоги. А я говорила. Ну, девушка, позовите хирурга. Боюсь, тут придется резать. Доктор, я надеюсь, не мне? Это уже как доктор решит. Бегу, бегу. Доктор, я говорил, что эта инструкция никому не нужна. Если бы мы ее сразу созгли, уже давно этот шкаф собрали бы. Ну, вы не волнуйтесь. Сейчас с хирургом мы этот шкаф точно соберем. О, с хирургом сто подняк соберем. Я всегда говорил, что любой шкаф надо только втроем собирать. точно. А чего вы на меня так смотрите? Что-то не так? Да нет, все в порядке. Просто удивляет, почему стюардесса не летит, а едет на поезде. Вы знаете, я раньше летала, но потом подумала, зачем. Еду и напитки я разнесла, а потом целый полет свободно. Так а выгода в чем? Самая прямая. Вместо меня еще несколько человек на борт взять можно. А. Угу. Ну что, счастливого пути. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Следующий. Что, все получилось за себя? Молодец. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, декларация. Паспорт. Паспорт. А вы тоже не летите? Да, очень летать боюсь. Шучу. Там же пилот не нужен. Там есть автопилот топочку. Нажал, он сам взлетает, летит, садится. Вообще. Ну, тем более, еще возраст у меня, знаешь, давление там атмосферное, плюс моя собственная голова болит. Э, неудобно. А в поезде очень хорошо. На полочку лег. Очень удобно. Кайф. Ага. Автоматизировано все прям говорите? все автоматизировано вообще. А. Кстати, там в кабине пилота получается два места свободных. Хочешь лететь в Испанию? Хочу в Испанию. Конечно, хочешь. Почему до сих пор не летишь, э? А, полетай в Испанию. Э, давай, давай. Молодец. в Испанию. Так, я не понял, что происходит? Шухер? Облава? Валим? Эх ты, серость. Весь мир уже давно перешел на автоматизацию. Понимаешь? Вот и я поддерживаю, как говорится, прогресс. Вот смотри, декларации человек сам заполнил, поставил печать, денежку сюда положил и все. Понимаешь? А ты куда это? Я в Испанию улетаю. Да, через два часа самолет и, между прочим, у меня место в кабине пилота. Понятно? Я тебе магнитик с Барселоны привезу. Ну, давай, давай. Счастливого пути. Ну, допустим, печать они сами поставят. А сколько денег надо положить? За какой груз? В какой валюте? Сколько товара на таможне оставить? За этим надо контроль, порядок. Это тебе не самолетом управлять? Так, прогресс прогрессом, а я, пожалуй, проконтролирую этот процесс. Следующий! на троих... на троих... а я Александр, я-то смею! успокойтесь, я голый, потому что вспотел, работал целый день. Ну, вы посмотрите в шкаф, убедитесь сами. в шкафе, в шкафе, в шкафе. удовлетворил вашу жену. Что? Сказал ей, что борщ вкусный. Она была очень довольна. А, ну да, она комплименты любит, хотя готовит хреново. Это точно. Вообще. Очень хорошо, что вы меня выслушали, успокоились, а не как в прошлый раз. А что в прошлый раз было? Да я там зашел, мужик такой попался, неразговорчивый, здоровый, не очень помню, что там было. Ну, так это я тоже, как бы, у меня бита есть. Да, да, вы очень опасный выглядите, опасный. А кто, кто вас это сюда вызвал? Жена. Она уже рассчиталась две тысячи. Две тысячи? Да. Две тысячи и довольной осталось? Ну да. Ха, класс! Слушай, мужик, это тебе от меня, ну так сказать, бонус. Потому что сам понимаешь, что от довольной жены и мужу что-то перепадает. Понимаю. Ну, чаевые мы приветствуем. И мы гарантируем, что будут довольны и мужья, и жены. Ага. Слушай, а ты это, ты только по женам работаешь? Или и течу взять на себя можешь? Ну, теща, конечно, будет дороже. Ну, я понимаю, конечно же. Теща, она в три раза больше весит, чем моя-то. Ну, понятно, тройной тариф, все, вопросов нет. Просто она мне обещала деньги на машину подарить и что-то зажала, да? Ну, сейчас я тебя, сейчас. Работаем. Да, да, сейчас. А, и заначку вашу я перепрятал. Ну, это совсем детская, за вашими рогами. А вот новая заначка вот здесь. Тут не найдут. Красавчик. Просто молодца. Не-не-не-не-не-не, себе-себе-себе оставляй. Спасибо. Ну, давай, принимайся за тещу. Ну, ведите. Сейчас, сейчас. Сейчас я ее позову. Ага. Так, что тут у нас? Ого. Марина Францевна, вы ко мне так никогда не относились. Я так понимаю, вы довольны? Представь себе на седьмом небе. Кстати, твои манатки в коридоре, можешь убираться. В смысле? Ну, в смысле, к чертовой матери. Адрес, ты знаешь, ты меня туда неоднократно посылал. Ах, ты ж, муж на час. Ты что наделал, а? Какой муж на час? Это мой муж навсегда. Жить мы будем здесь. Нам здесь очень нравится. А Яночка поживет с нами, пока ей нормального мужа не найду. Мариночка, пиво выдохлось. Слышь, пиво холодного принеси. Быстро. Марина. За холодным двигай. Чего? Понял, понял. Сейчас принесу. Сейчас принесу, Талеринка. Девушка, здрасте. 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 Дайте мне, пожалуйста, ватные топоны, два бинтика, баночку йода и что у вас есть для анестезии? Для анестезии ничего. Ничего, да. Ну ладно, давайте все, что есть. Ага, и вместо анестезии ему колыбельную спою. А что вы собираетесь делать? Операцию, милочка. Притом, очень срочно. Спасибо. Девушка, значит так, морфий, две ампулы адреналина и систему для капельницы. Давайте быстрее, потому что операция идет. Только морфий не могу дать, потому что морфий только по рецепту. Подождите, вы хотите сказать, что мне надо вернуться обратно в больницу, взять рецепты к вам? Да. А денюжку? Пять кубиков морфия. По рецепту. Пожалуйста. Ага, пожалуйста. Готовьте зажим и хлорид натрия и глюкозу. Ага. Это можно без рецепта. Пожалуйста, пожалуйста. А что тут, я извиняюсь, происходит? Девушка, у нас в больнице лекарств нет. Пациенту срочно нужна операция. Соответственно, лекарства нужны тоже срочно. Вот сейчас нужно виски. Что? Я хотел сказать, спирт. Без рецепта. Хоть что-то без рецепта. Да это всего лишь девяносцеперстно. О-о-о, голубчик, куда же? на троих. Так. Набираем. один-один. И что ты там рассказывал? Короче, в воскресенье взяли мы этих нелегалов. А, и что, депортация? Депортация. Ко мне на дачу картошку там копают. А что, теща довольная, все довольны. Кстати, тебе и нужны? Ну, вообще-то, я планировал ремонтик там. Ну, отлично. Через месяц я их к тебе депортирую. Гады, сволочи, уроды, расстрелять всех. Фух, а я сегодня иду на работу, смотрю, черная кошка мне через дорогу перебежала. Ну, все, думаю, к беде. Правильно. Беда, беда, беда случилась. Вот, вот, вот скажите мне, в каком веке было отменено крепостное право? Ты что, кроссворды разгадываешь? Скажи, в каком веке? Ну, в девятнадцатом. О, а сейчас какой? Двадцать первый. О. Что ты хочешь? Я хочу справедливости и чтобы всех расстреляли, ну, заодно. Всех, всех. Да ты можешь конкретно сказать, что случилось? Да меня взяли в рабство. Представляете, заставляют меня работать. Кто заставляет? Бандиты, преступники. Да, да. Подожди. Давай, рассказывай, где конкретно вас держали, как вы оттуда выбрались? Они заставляют работать. И ваши документы тоже у них есть. да. Подожди, это что же за банда, что у них даже наши документы есть? Да есть такая банда, честно вам говорю. Вот, вот, смотрите. Вот, гады, сейчас вы все поймете и расстреляете. вот, читай. Так, пенсионный возраст будет увеличен до семидесяти лет. О, сволочи, гады, а мне 69, я отдыхать хочу. Они меня работать заставляют. Слушай, дед, иди устройся на работу, будешь меньше к нам ходить. Чё, чё вы? Я, 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 я ветеран труда, он у меня устроился. Ветеран, донос настучательного труда, дятел ты наш заслуженный. Давай, давай, иди, дед, устройся на работу, хоть катапольза от тебя будет. Вот устроюсь к вам сторожем. Вот увидите у меня сутки через трое буду вас мучить, буду мучить вас, а остальные двое суток буду отчет сдавать. Тебе, тебе мучить, тебе, тебе мучить. Иди отсюда, дед. Хачин, я тебе устроюсь, я тебе, я тебе, я тебе. Не дай бог, если он к нам устроится, я же не выдержу. С ума отойти сойду. Слушай, а давай ему документы переделаем, а? Сделаем так, что ему уже 70 лет. Слушай, Сань, ну 70 лет, это перебор. Ой, мне вообще пофиг. Я себе уже на три пенсии заработал, так что могу уходить смело. Да, в этом плане нам повезло. Да. Можем спокойно забивать козла. Так, поехали. Смотри, это ты отошел шестеркой? Я. А дуплет тебе шестерной шлопысь. На троих. На троих.